Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 28 марта. Сейчас быстро-быстро посмотрим все вчерашние вопросы, ответы, комментарии. Поговорим и пойду пикировать. Я всю эту неделю пересаживаю из маленьких стаканчиков в большие. Уже подходит такой период, что вот эти тепличные томаты разрастаются. Сейчас очень-очень много у меня забот и хлопот. И вот вчера новое видео выложила про огурчик, как выращивать на балконе. И про дополнительные корни у томатов, которые требуют пересадки. Сейчас вот посмотрю вопросы, какие пришли, отвечу быстро. Вот про Ульяна Колесникова пишет также, что клубнику на подоконнике у меня выращивала. Кто в прошлом году меня смотрел, видели, наверное, я простую. Королева Елизавета II выкопала с грунта в лоточек. И у меня тоже она, ну как бы в импровизированном балконе, вот в моей придомовой теплице, тоже она и цвела, и плоды завязала. Поспели несколько ягод. Но потом она у меня летом, я когда ушла в огород работать, ну забыла о ней, она у меня засохла. Вот хочу еще раз напомнить о том, что самая главная сложность выращивания на балконе, там на лоджии, в том, что все эти растения, они в отдельной таре, и у них мало там, земляной ком маленький, он пересыхает очень быстро. И иногда в жаркий период нужно поливать прям два раза в день, утром и вечером, потому что полив утром вот этот небольшой горшочек, к вечеру, если жарко, он уже все пересыхает, растение может погибнуть. Вот у меня была, у моей клубники такая участь в прошлом году, что земляной ком засох, и она погибла, все. Конечно, в грунте мы клубнику летом не поливаем, не бегаем, а вот если на балконе будете выращивать, надо за поливом следить. Вот Елена Зайцева спешит, говорит, пожалуйста, где вы живете. Я уже иногда не говорю, думаю, что все знают, Сибирский регион, Алтайский край. Но оказывается, люди не знают. Так, вот про лампы, фитолампы рекламный ход, Зинаида Артемова пишет. Ну, про лампы мы уже поговорили, решили, что у кого деньги есть, можно покупать фитолампы, пожалуйста, они такие же хорошие, вот как пишут, и полезные, и все. Но если у вас со средствами не очень, то не обязательно разоряться, можно и под простыми лампами вырастить хорошую рассаду. Вот Муся Марина пишет, при какой температуре закаливание происходит, у меня на балконе 10 градусов, можно ли выносить? Ну, я бы посоветовала все-таки до 15 градусов подождать, потому что 10 градусов я называла уже как критическую. Вот у нас, мы когда оставляем уже на ночь, мы оставляем, ну, когда 12, 13, 15, а спускается, когда до 10 градусов, вот бывают периоды холодные, то я все-таки уже заношу. Закаливать ее хорошо, но сильно тоже ее подвергать таким испытаниям, потому что, что засуха, что похолодание для растений все-таки стресс. При 10 градусах я не стала бы оставлять, все-таки дождитесь хотя бы 13, 15, чтобы они закалялись, но немного в комфортных условиях. Вот Кубанское подворье пишет, просто жалуюсь, 3 дня назад посеяла последние томаты, сегодня утром не заглянула, стояли на теплом полу, вечером открыла, там лес из растишек, ножки тоненькие, беленькие, как поганочки. Ничего страшного, у меня сколько раз, я вот в прошлом году показывала, забывала, на шкафу неделю целую они росли без света, вот как шелковые маленькие ниточки. Вам просто нужно прям чуть-чуть только, они вот чуть подрастут, поскорее распикировать, заглубить до семи долей, и они растолстеют, ничего страшного. Я насчет этого, вот когда такая рассада получается случайно, даже не расстраиваюсь, все можно исправить. Пишет Ольга Барбина, подскажите, пожалуйста, почему вялая рассада томатов? Ну это я вам, это я вам, вот как просмотрено и отмечу, ничего даже не могу сказать, не знаю, может быть не хватает влаги, может быть грунт не нравится, кислотность какая-нибудь неподходящая, никто вам заочно не скажет, извините, конечно. Есть такие вопросы, на которые я даже, ну что сказать, я могу что сказать, что подкормить ее? Нет, конечно, я так говорить не буду, не знаю, в каком смысле вялая, листья подвидают, или сам стебель такой мягкий, эластичный, вялый, я даже не поняла вопроса. Так, вот это про воздушные корни. Вот опять, чем досвечиваете рассаду? Не знаю, уже столько много видеороликов, только что говорила, но может быть люди только зашли, Виктория Корнюшенкова спрашивает. Простые лампы дневного света. Так вот, мои вкусняшки спрашивают, теплица темный поликабонат или это сетка? Это сетка, вот которую я притеняла, я вот сейчас ее как раз нашла, разбирала в теплице, все, ну все, что в прошлом году сложила, там для огурцов, вот эта сетка, по которой тянутся, вот эта притеняю сетка, я обязательно вам расскажу про нее, мне очень понравилось, и этот способ, я считаю, ну для меня вот он больше подходит, чем натягивание вот этой нетканой ткани, некоторые затеняют, чем вот опрыскивание мелом, раствором какой-то извести, очень удобно. Хочешь, ну как повесишь, если несколько дней, например, пасмурных, тут же хоп, скинул, пожалуйста, вот тебе солнце. Вот пишет про эту, про ОУДЭМу на перцах, вы сталкивались с ОУДЭМой? Простите, я не в тему, первый раз столкнулась, очень расстроилась, если честно, я даже не слышала, я даже не знаю, что такое, наверное, не сталкивалась, если я не знаю, что такое ОУДЭМа на перцах. Надо посмотреть информацию, вообще я много читаю и печатных изданий, все про заболевания, но ОУДЭМа, наверное, у меня не было. Так, ну тут просто такие рабочие моменты, что посеяло бычье сердце, пошла неделя, тишина со злостью, досеяла все семена, и предыдущие взяли и взошли, 12 дней думали. Бывает такое, считается, что томаты у нас более быстро всхожие, чем перцы, но видите, оказывается, и по 2 недели могут лежать. Ира Мартынова пишет вот про Шошу, что некоторые писали, что плохо всходит, но пишет, что Шоша взошли первый год все 5 семечек. Конечно, не без танцев с бубнами, но точно с помощью. Как часто нужно поливать перцы после пикировки, пишет Галина Васильева. Вот смотрите, тут снова вот эта банальная затертая фраза, что в каждом случае это индивидуально. Смотря вы куда распикировали. Вот я распикировала в кассету, у нее небольшой объем грунта, поэтому они у меня пересыхают раз в 3 дня, у меня полив раз в 3 дня. Это когда дома. Когда я выношу в теплицу, там жарко, я поливаю ежедневно. Вы же понимаете, что там выставишь на жару вот этот 100 грамм в кассете, объем грунта, он высыхает за день моментально. Даже днем еще выхожу, иногда из паилки подкапываю. Вот так вот получается. Если вы распикируете в больший объем, например, у вас стаканчик 200 граммовый будет, вам может быть раз в неделю нужно. Это вам никто не даст рецепт, что поливать, например, раз в 3 дня, раз в 4 дня. Вот видите, на солнце ежедневно. Тут я скажу так, они засухи не любят. Вы смотрите по пересыханию земляного кома. Если земля начинает подсыхать, нужно поливать. Они не любят засухи, но и не любят перелива. Так что грунт должен быть влажным, равномерно влажным, и не пересыхания, и не перелива не нужно допускать. Это вы смотрите сами, прям трогаете пальчиком. Так что если я, например, скажу, как часто нужно поливать, по мере необходимости. Вероника Чистоклетова пишет, когда ношу рассаду на балкон и обратно домой, рассада закаливается. Особенно индент. Ну вот это про то, что я говорила, что закаливать рассаду нужно в 2 периода. Сначала мы закаливаем из дома, когда в теплицу приучаем или там на балкон, а потом уже из теплицы на улицу. И тогда она меньше стресс получает при высадке, меньше болеет. Она уже приспособлена ко всем условиям. Вот пишет клан сибирских цветочниц, что да, наблюдательный огородник все знает о своих томатах. Конечно, если мы следим за их жизнью и удовлетворяем их запросы, и они лучше растут. Так. Роза Лепатова пишет, моя лампа всего 60 сантиметров, купила за 700 рублей. Очень понравилась, так как под ней не тянется рассадоваться. Сейчас огурцы, капуста. Ну я рада, это наверное про фитолампу она пишет, в защиту фитолампа. Я рада, что вам нравится фитолампа. Ну, 700 рублей, конечно, дороговато. Это хорошо, вы купили одну. А вот у меня, например, 4 стеллажа, и на каждом стеллаже по 5 ламп. Посчитайте, во сколько это обойдется. Ну вот поэтому, может быть, я обхожусь простыми, потому что и дорого, и разницы не увидела. А одну-то лампу можно купить, разориться, если кто-то, например, мечтает, как я раньше мечтала, фитолампу купить. Я целый год мечтала купить фитолампу. У нас в городе они вообще не продавались, были новинки. Я и в интернете пыталась заказ сделать, никто не вез. И, ну, тоже купила за 700 или за 800, заказала, привезли в какой-то садовый магазин, купила. Ну, потом немножко легкое разреширование, такие же растения, как и под простой лампой, выросли. Я думала, произойдет чудо, они как бамбуки попрут. Так, вот смотрите, опять вот про эти томаты, про толстоногие. Лина Зинеева спросила, и я хотела этот вопрос выделить, и чтобы все, потому что часто спрашивают, можно ли не пикировать вот этих толстячков и оставить до высадки на постоянное место. Конечно, можно. Но, если вы посмотрите, например, на мои посевы, я специально вот так высеваю густо, с учетом, что я буду пикировать. Я уже заранее планирую пикировку и рассадку как на более... А если вы хотите вырасти без пикировки, они вырастут. Вы просто делаете разреженный посев. Ясно, что вот в такой... Такая вот орава, где они сейчас начнут разрастаться, как каши, они будут друг друга задавливать, выдавливать, и они потом такой шапкой огромной стоят. Ну, это не очень хорошо. И уже там земли им не хватит. У меня здесь вот 300 их, что ли, в одном лотке. Если вы будете высаживать, ну, сколько вам нужно? Например, 30 или 50, если вы посеете в один лоток. Ну, 50, наверное, много. 30, если посеете в один лоток, они вполне дорастут до высадки в открытый грунт. Так, это вот про перцы. Перцы попадают в семидоли, пишет Тамара Нагорного, что спасибо, успокоили, а то мы уже в панике. Так, вы эти семидольные, все равно они... Или сейчас, или потом, они уже не нужны, они потом все равно отвалятся. Вот пишет Дмитрий Чернов, обратил внимание на то, что окрашенные обработанные семена при замачивании напитают влаги, надуются и лежат. В теплом сыром грунте всходят быстро. В стаканчик делаю луночку, хорошо проливаю теплой водой, втыкаю, накрываю пленкой. Но я вот с Дмитрием согласна, может быть, что в земле им более комфортные условия, но я для получения раннего урожая, когда я обязательно замачиваю, чтобы не посадить пустышки. Потому что один момент, что они просто долго, например, не всходят, а другой момент, это то, что они могут в плохие семена и вообще не взойти. И я вот воткну для получения раннего урожая, буду неделю ждать, другую ждать, а пересевать уже будет время упущено, и поэтому я для получения раннего урожая сею только вот такие с проросточками. Вот сейчас уже я посеяла, у меня взошлись сегодня, постараюсь видео снять. И вот эти, кто говорит, что не рекомендуется замачивать вот эти обработанные семена, да, их не рекомендуется замачивать, но только потому, что смывается вся вот эта вот, ну, чем она обработана, вот эта вся обработка. Для меня, когда я выращиваю ранний урожай, там несколько, 5-6 штучек надо, мне это не важно, пусть она это обработанное вещество смоется, мне главное, чтобы увидеть, что семечко живое, и что появился росток, что я дождусь от него чего-то. А если я посею просто в этот стаканчик, там же не видно, буду надеяться на него, а он не вылезет, и это будет разочарование. И пересевать поздно. Уже ранний урожай, он на то и ранний, что надо вовремя его садить. Так вот, пишет Галина Савина, что не смогла найти меня в одноклассниках, это же фото или нет, я объясняю, что кто хочет найти меня в одноклассниках, просто заходите, вот в эти одноклассники пишите, Чернова, Ольга, город Бейск, 58 лет, фото не это, не тут, где я в белом платье, а там я на фоне огорода, у меня на голове венок из чеснока, висят вот здесь у меня на шее косы плетеные из лука, это как раз был август урожай, я наплела этих кос, и перед тем, как, ну, унести на хранение, так со снохой баловались, нарядились, навешивала, все на себя, говорю, о, урожай, ну, вот она у меня такая осталась, ищите, где я в венке из чеснока, там есть еще одно, где я в меховой белой накидке, но это старая страница, я ее не могу никак удалить, она болтается, пустая там. Так, вот пишет Лора, в прошлом году посадила сорт Настенька, выросли другие плоскоокруглые, плоскоокруглые, крупные малинов бордовые, были вкусные, но Настенька, если настоящая, она вот должна быть вытянутой, вот такой формы, и многие почему-то пишут, что вырастает Настенька совсем не та, или это пересортится, или это другой сорт, но вообще про Настеньку хочу сказать, что очень много всяких есть, Настюша, Настена, Настя, Настенька, то ли они имитируют этот сорт, то ли он такой же, но просто другое название, потому что они не могут одним названием другая фирма назвать, там авторские права какие-то и все, я не знаю, но вот у меня Настенька, именно не гибрид, а еще есть гибрид, Настя, Настенька, именно не гибрид, а именно сортовой, из которой можно собирать семена, а она вытянутая, вот как типа бычье сердце, такое что-то форма, ну вы видели, наверное, в прошлом году показывала, плоскоокруглые, это точно не та Настенька, вот пишет Елена, что живет в Казахстане 7-8 марта, высаживает теплицу и редис, морковь, свеклу, различные виды салатов, и по периметру возле стенок лук крепку на зелень, отдает всю зелень, не помешает основным, но это была тема, вот что зелень сейчас можно уже садить, и вот здесь опять, там где я считала, что с квадратного метра, опять мне пытаются научить, что ли, квадратные метры высчитывать, тут столько много цифр, вот сами посмотрите, сантиметра метра, у меня даже, ну если честно, мне не важно, там точно я, написано, что будем считать, что эмоциональная оговорка это, ну я не знаю, чем будете считать, но я, ну то, что люди поняли, что я имела ввиду, прям на маленькой-маленькой кромочке земли, вот вдоль теплицы, до приступочки, до пяти ведер можно получить томатов, хотя многие пишут, что у них эти места пустые, они просто пропалывают, и просто как утепляющий элемент, а я вот дала идею, что можно засадить томатами очень много, ну, будем, уже писали, что вы плохой математик, плохо считаете, я согласна, плохой математик, считать не умею, неважно, такие выкладки большие, математические мне прислали, вы не понимаете, что ну некогда мне все это читать, и считать, и действительно снова начинать арифметику изучать, вот пишет Анна, можно купить у вас семена, очень хочется, Настенька, боец, я сейчас с семенами ни с какими не работаю, только на рассаде, потому что перед тем, как получить семена, их же надо вырастить, вот сейчас я занимаюсь пока что выращиванием семян, все заказы, все заявки буду принимать с 1 сентября, и пока у меня не будет реальных семян в руках, я не принимаю ни заявки, не выставляю ни каталоги, продавать кота в мешке я не собираюсь, сначала мы их получим, а потом мы будем их продавать, пишет Наталья, привет Западной Украине, я даже у нас нашла семена торговой марки Сибирский лес, буду впервые пробовать, вот Александр пишет, когда в теплицу будем саживать, в 18-м году высадила, 9 апреля, в начале июня было полно красных помидоров, но я 9 апреля конечно не могу высадить, я живу в сибирском регионе, повторяю еще раз, Алтайский край, у нас в апреле очень холодно, и у меня нет, вот у некоторых там какие-то трубы проведены в теплицах, греющие кобеля, у меня ничего этого нет, я высаживаю в реальные такие условия, то есть когда теплица прогреется с помощью солнца, вот этот верхний слой, когда нагреется, в прошлом году высаживала в конце апреля, 28-е, 27-е, 29-е, за день же конечно я не высадила, но от последней декады апреля я высаживала, но опять же, бывает, что у нас последняя декада апреля, когда даст минус 10, минус 7, тогда перенесу на начало мая, все это время у меня они будут стоять при домовой теплице, но у меня сложные тоже, вот у вас в Хакасе, если вы 9 апреля высаживаете, вы недалеко от нас ушли, такие же условия, значит там какие-то у вас есть дополнительные условия, а у нас в это время грунт еще очень холодный, но конечно стоять они у меня уже будут в теплице в это время, просто я закопать их в землю не смогу, потому что у меня там земля еще холодная в это время. Так, вот пишет Нинель Кизельбах, что все ясно понятно, но хотелось бы узнать, семидольные листочки оборвали заранее или сразу при пикировке, если говорили, что, если уже говорили, извините за невнимательность, да, тема была, вот смотрите, я семидольные листочки убираю, только в том случае, если я, например, смотрите, пикирую или пересаживаю, если эти семидольные листочки, приходится заглублять томаты, если они попадаются туда, в грунт, их приходится заваливать, я смотрю, что я буду заглублять выше семидольных листочков, тогда я прям сразу же в это время отщипываю, ну, ногтями отщипываю, тут же заваливаю землей. Если это при перевалке или при пикировке, вот иногда высокорослые вот эти пикирую, то семидольки у меня остаются, потому что это просто лишнее время вот их отщипывать, и первую пикировку я делаю, я их вообще не отщипываю, но если в дальнейшем, опять же, я буду заглублять дальше, я прям тут же раз-раз их ногтями обкусываю и выбрасываю, тут же землей заваливаю. Я просто когда-то много лет назад прочитала, что если закапывать в грунт вот этот листик, он там, конечно, начинает же перегнивать, это же органика тоже, и может развиться там вот эти, в месте вот этом, где он перегнивает, может развиться инфекция, поэтому я их стараюсь убирать. Но это просто, я уже начала много лет назад так делать, сейчас всегда так делаю, может быть, можно и с семидольками закопать, но я так не закапываю. Но опять же говорю, это не обязательно, что это единственно верно, это правильный метод, может быть, кто-то с семидолями закапывает. Не знаю, я же не могу заглянуть там в другие, как огороды, кто как делает. Я делаю так. Наталья Самойлова пишет, что раньше жила в южных республиках, где бросила в лунку, потом рыхли и поливай, теперь живу в Сибири. Пока все получается. Но в Сибири, конечно, сложнее, чем. А, вот про огурец на балконе, вот кто будет выращивать, я говорила, что будут люди давать комментарии, Ирина Горшкова пишет, что выращивала три раза, но не каждый год. И 10-12 штук получалось, всегда заканчивалось одинаково, листья начинают терять зеленую окраску. Но я вот старый лист тоже внизу убираю, как начинает желтеть, я его просто обрезаю. Ну, тут ей дают советы тоже. Если огурец срываешь, то лист тоже нужно убирать, он уже не нужен. Вот кому интересно, почитайте. Тут комментариев много, я все же не буду читать. И вот пишет Елена Верткова, Оля, они у вас такие большенькие, красота. В литровые такие рано пересаживать. Вот такие, как я вчера пересаживала, в полкилограммовые, их вполне уже можно и в литровые, потому что они уже готовые. У кого есть условия, их можно даже уже и в теплицу высадить. Но я в литровые не высаживаю по техническим причинам. Если я все пересажу в литровую тару, у меня не будет места, не хватит на стеллажах. Вы представьте, насколько увеличится площадь, вот эта вот, которую нужно освещать, где нужно их ставить. Я пока в пол-литровых посидят. Как только я начну оставлять в придомовой теплице, я быстро их перекидаю в литровую тару, а может быть даже уже сразу по ведеркам, по большим. Вот Петр Вайцешко пишет. Извините, если неправильное ударение на фамилии. Фамилии все разные, иногда незнакомые. Сразу посадили лук в мобильные грядки. Снега давно нет, ночи морозные. Но ничего, он выживет. У меня тоже. У нас сегодня минус 8, минус 9 ночью было. А вот хотела я вот этот вот, не знаю, как назвать, галина, по-моему. Скажите, у каких сортов, у этих самых крупных плодов, это вот те толстоногие, про которых я говорю, которые неприхотливые. Они идут так. Конечно, Настенька самая крупноплодная, у нее может быть плод до полкилограмма вырасти. Опять же, при соблюдении агротехники, при хороших условиях. Дальше идет, равноценные примерно, демидов, петруша, огородник, тройка, жиростойкий. Но они просто разные. Одни круглые, другие вот так вот вытянутые, например, петруша и тройка сибирская вытянутая, а жиростойкий круглый, и демидов круглый, но демидов розовый, а жиростойкий красный. Все там, их очень много, и метелица может крупная у вас вырасти. Просто у меня вот, в таком режиме ответов, я не могу все сорта эти описывать. Рассказала, вот какие самые крупные. Дальше, так а есть видеообзоры летние, смотрите, вы там увидите, я по-моему и размер плодов показываю, рассказываю. Так, вот пишет Олеся Иванова, у нас на Дальнем Востоке есть V-образные толстоногие, это топтышка Дарсу Узала. Кстати, я топтышку в прошлом году выращивала, мне присылала Вера Рязанова, она мне присылала топтышку, саммит, там еще какой-то, я в этом году тоже буду садить. Просто я в том году топтышкой высаживала прям несколько кустиков, я видеообзоры не делала, потому что я сама еще, ну ладом не знала, что это за сорт, но я его буду высаживать, он тоже похож под вид, как на Клушу, вот на Демидова, вот что-то, да, из этой серии толстоногий. Вот он дальневосточник. Вот пишут, что на улице плюс 5, снег тает, а на даче снег по колено. Ну, бывает такое. Вот пишет Елена Калмакова про вчерашнюю перевалку. Оля, почему вы нижние листья не убираете, они нужны растению? Да нет, я их убираю, просто вы понимаете, как я вот, например, начала сейчас эту перевалку, и я вот делаю только, переваливаю, 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 чтобы в один день как можно больше вот этих вот перевалить. листики я могу убрать потом в любой день, завтра, послезавтра, просто чтобы вот как, когда каждая минута дорога, я не отвлекаюсь, я вот такие нести, ни с какими листьями, те я перевалю. Когда они сейчас постоят, день-два, начну их выносить на улицу, я когда делаю полив, и сразу нижние смотрю, если он уже не нужен, он уже у самой земли, я их раз, или маленькими ножницами, или отщипываю, да, я их убираю, потому что, когда я их буду высаживать, я все равно буду заглублять, и вот эти нижние, один или два листа, я при заглублении всегда убираю, они не нужны. Во-первых, чтобы не очень высоко были кисти над землей, во-вторых, чтобы и корневая система побольше была, но я всегда убираю, некоторые не убирают, я вот вижу, что некоторые высаживают, и прям даже семидоли выше вот этого грунта, но я почему-то, у меня так повелось, я всегда немножко заглубляю, кажется, что чем больше корневая система, тем лучше, ну и во-первых, и полив реже нужен, потому что, немножко побольше корневой системы, но там объяснять долго не буду, я убираю нижние листики, один-два, они уже обычно желтеют через месяц, другой. Вот про опилки, Елена Ошкина вот к видео про огурцы на балконе сказала, что опилки лучше не добавлять в грунт, когда я сказала, что некоторые добавляют опилки, что они азот забирают, ну а я написала, я не добавляю никогда опилки, но опилки, кто умеет, они добавляют, и они никакого вреда не доставляют, а вот то, что они забирают азот, просто есть такая технология подготовки опилок, ясно, что сухие опилки насыпать их не нужно, они действительно в себя весь азот из грунта впитывают, но люди, кто добавляет опилки, они заранее их укладывают куда-то, например, в мешок в черный, вот где мусорный, или там в какой-то контейнер, заливают азотным удобрением, смачивают, выдерживают там какое-то время, они немного потемнеют, они напитаются вот этого вот азотного удобрения, и после этого уже люди их добавляют, и тогда они уже не забирают с грунта азот, потому что у них своего там, они все пропитаны будет вот этим азотом, и, ну я этим, я сразу написала, что я этим не занимаюсь, у меня просто места, ой, времени нет, вот на подготовку этих опилок места лишнего нет, у нас участок маленький, то одно, то другое, но есть люди добавляют, и кому-то это нравится, Наталья Рунова пишет, вопрос не по теме, древесной золы нет, а золы от сожженной соломы много, можно ли? Конечно, можно, вообще зола вот эта вот, не только древесная, зола от сжигания вот этого, как сказать, листвы, вот что осенью собираем, от сжигания вот этой соломы, все это можно использовать, там единственное, что у них разное содержание, вот калия и фосфора, где-то больше, где-то меньше, но все это применяется, если, сразу говорю, что если только единственное, томаты и картофель были заражены фитофторой, то не рекомендуется, вот после их сжигания, вот это вот золу добавлять, опять снова на участок, но вообще, может быть, при сжигании оно все уничтожается, не знаю, я никогда выбрасываю всегда это все, не сжигаем мы, у нас в городе не разрешено вообще ничего сжигать, так, тоже так делаю перевалку, вот это про эти все не выбрасывайте, вытянувшуюся тонкую рассаду, уже какой комментарий читаю, все такие недовольные, особенно какие-то с нерусскими, вот с этими именами, но показали бы, что получилось в конце видео, а то один совет, чтобы не выбрасывать, для чего создала видео, на 3 минуты 53 секунды, и время драстить, не выбрасывайте, ну короче, не знаю, по-русски написать толком не могут, а то даже, ну очередной учитель, даже высчитал, сколько времени я заняла, 50, но я написала, что я показала летом, я показала потом после, после того, как я распекировала, я показала, как они ожили, показала летом, вот этот штраух, какой он дал урожай, все это показано, но у кого времени нет, то комментарий не сидит, не пишет, не высчитывает, сколько секунд он затратил на этот видеоролик, я так считаю, какой размер стаканчиков, вот тоже, в видео все показала, все рассказала, там все озвучено, не досмотрят до конца, а потом пишут вопрос, какой размер стаканчиков, я написала, размер озвучен, ну вот люди написали, из 200 граммового в 500 граммовый, чтобы знать всю информацию, ну досмотрите до конца видеоролик, чтобы потом не ждать, вы то ли дождетесь ответ на вопрос, то ли нет, но в видео, если я показываю перевалку, я конечно озвучиваю, что стакан сначала был такой, а потом пересаживаю в такой. А у нас, по-моему, всего два размера. 200 мл и 500 мл стаканы. Так. Вот последний сейчас отвечу про эти, пикирую или нет, вот эти низкорослые томаты. Опять вот я только что на подобное отвечала, но сейчас скажу, что можно низкорослые и не пикировать. Но я пикирую, потому что, во-первых, я уже показывала, что я сею загущенно, чтобы они поменьше места занимали, и с учетом, что я буду обязательно их пикировать. Но, вот, например, которые я выращиваю в тоннелях, то я дома их не пикирую. Я посею загущенно, они месяц растут, потом я их сразу рассаживаю в открытый грунт в апреле под пленку. Все, это значит, они у меня дома не пикируются. Опять же, вы можете не пикировать. Я вот написала, что если вы посеете рано, то, конечно, нужно пикировать. Но можно не пикировать, если будет разреженный посев. Опять же, вот то, что я говорила. А если вы посеете в срок, то можно высадить из лотка сразу в грунт. Пишет Анна, она, посеянные в начале марта. Но вы написали, что посеянные в начале марта, я не знаю, когда вы их будете высаживать и куда. Может быть, вы их теплицу в апреле уже высадите, и они будут там у вас расти. Ну, мой ответ такой. Если вы хотите без пикировки обойтись,